Стать предпринимателем и даже создать фирму теперь будет проще. С 5 мая в силу вступили изменения в закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. О том, что именно изменилось, мы поговорим сегодня с начальником отдела регистрации и учета налогоплательщиков Михаила Мешкова. Михаил Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с ИП индивидуальных предпринимателей. Здесь, в плане регистрации, все-таки что изменилось? На самом деле, в начале мая текущего года сразу несколько федеральных законов вступило в силу. И по большей части изменения коснутся именно упрощения процедуры государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей. Самые основные изменения я перечислю. Прежде всего, это касается создания юридического лица. Теперь при создании юридического лица необязательно нотариальное удостоверение подписи заявителя. То есть, достаточно прийти в регистрирующий орган с паспортом заявителю. И, соответственно, в данном случае сотрудник налогового органа заменяет нотариуса. То есть, он удостоверяет подписи лица, обратившегося за государственной услугой. При сотруднике налогового органа ставится подпись и, соответственно, завершается процедура. Также напомню, что несколько лет назад такая обязанность была отменена для индивидуальных предпринимателей. То есть, здесь процесс законодательный был развит. А когда заявителями при создании юридического лица являются несколько физических лиц, то есть, несколько учредителей, соответственно, здесь может быть вариация. То есть, кто-то из них может нотариально удостоверить свою подпись, кто-то может прийти с паспортом. То есть, например, могут уполномочить одно лицо, чтобы он пришел, подал документы. Такая вариация тоже возможна. Следующее изменение, которое облегчило, скажем, процесс создания юридического лица, это отмена обязанности оплаты уставного капитала перед созданием юридического лица. То есть, сейчас вносится такая законодательная норма о том, что в течение четырех месяцев нужно оплатить этот уставной капитал. Следующее изменение касается налогового учета. Со 2 мая отменена обязанность для организаций и индивидуальных предпринимателей сообщать сведения в налоговый орган об открытии и закрытии банковского счета. А с 1 мая такая же обязанность была отменена при представлении сведений о закрытии и открытии счетов во внебюджетные фунды. То есть, сейчас вообще такой обязанности для налогоплательщиков не существует. Единственным источником для налоговых органов сведений о банковских счетах являются банки. Соответственно, отменяется обязанность для налогоплательщиков, и отменяются штрафы. Конечно, было неприятно раньше, когда такие ситуации возникали, когда просто налогоплательщик забывал в установленный срок сообщать эти сведения, и в дальнейшем уже проводилась процедура по привлечению к ответственности. Сейчас этого уже не будет. Насколько, по вашему мнению, это действительно упростит процесс регистрации? На мой взгляд, именно процедура создания, процедура регистрации нового юридического лица значительно упрощается, поскольку не нужно обращаться уже к нотариусу, тратить время и, скажем, деньги, и просто обратиться в налоговый орган с паспортом и так далее. Это действительно и удешевление процедуры, и ускорение. Когда я готовилась к интервью, я просматривала тоже интернет и отметила для себя вопросы, которые очень часто задают интернет-пользователи. Я зачитаю один из них. Срок регистрации планируется сократить с 30 до 5 дней, но сейчас, согласно федеральному законодательству, срок регистрации юридических лиц, за некоторым исключением, и так 5 дней. Вот здесь спрашивается, в чем изменение? На самом деле, вот этот срок 30 дней, он заложен в дорожной карте, которая называется «Оптимизация процедур государственной регистрации юридических и физических лиц в качестве индивидуального предпринимателя». На самом деле, этот срок не только затрагивает государственную регистрацию как таковую, хозяйствующую субъекту, но и время на открытие банковского счета, на постановку на учет во внебюджетных фондах. То есть, вот это время просуммировано. То есть, фактически, сейчас срок на госрегистрацию не меняется, он сохраняется таким же. Но в дальнейшем следует ожидать изменений, которые сократят вот эти все сроки, пока срок госрегистрации сохранился на том же уровне. Я как понимаю, все эти изменения, да, это не конкретные какие-то отдельные шаги. Это, наверное, целая дорожная карта, то есть, один из пунктов дорожной карты, так называемый план действий. Что это все-таки за изменения? Прежде всего, правительством Российской Федерации поставлена задача достичь максимально возможного уровня в рейтинге международном «doing бизнес». То есть, рейтинг, даже по названию понятно, это рейтинг, посвященный ведению бизнеса. В 2012 году Российская Федерация в этом рейтинге заняла 111 место, в прошлом году 92 место. Задача на 2015 год состоит в том, чтобы 60 место занять, а в 2018 – 20 место. То есть, планомерно подняться. Семимильными шагами планируем двигаться. Что это за рейтинг? Он состоит из 10 показателей. Первый из них как раз – это регистрация предприятий, а остальные – это касается именно ведения бизнеса. Еще хотелось бы проговорить один момент. Я читала, когда документы, тоже видела, что там не только упрощение процедуры регистрации, но и некая защита своего бизнеса. Вот о чем здесь речь идет? Да. Параллельно с работой по оптимизации процедуры государственной регистрации проводится работа также по недопущению фальсификации реестров юридических лиц и предпринимателей. К сожалению, у нас есть категория таких вот налогоплательщиков, которые используют различные мошеннические схемы для фальсификации ГРЮ. То есть, вносят недостоверные сведения и, пользуясь этим, проводят рейдерские захваты и так далее. За прошедшие годы внесено немало изменений в Уголовный кодекс, то есть, появились новые статьи, которые направлены против создания фирмы-ододневок, против фальсификации ГРЮ. И вот одно из новшеств, прошедшее сейчас, как раз после 5 мая, в законе о госрегистрации, это обязательное нотариальное удостоверение доверенностей при подаче документов регистрирующего уровня и при получении документов. То есть, конечно, для налогоплательщиков это определенного рода затруднение, в том плане, что раньше, например, мог директор послать бухгалтера, например, с доверенностью, с простой письменной доверенностью. Сейчас вот это будет невозможно. Информации вы сейчас сказали очень много, я думаю, запомнить все телезрителям нашим невозможно. А где все-таки они смогут получить, еще раз прочитать вот эту информацию? Прочитать информацию, ознакомиться с ней более подробно можно на нашем сайте, на сайте налоговой службы www.nalog.ru. Там создан специальный раздел, большой, очень посвященный как раз госрегистрации. Есть брошюра «Создай свой бизнес», практически все шаги там прописаны, включая не только госрегистрацию как таковой, но и налогообложение, какой режим налогообложения выбрать. И как раз раздел для налогоплательщиков, которые занимаются бизнесом, для того, чтобы они могли достоверно оценить своих контрагентов, есть такой вот как раз раздел «Проверь себя и контрагента». Очень большой блок информации там содержится. Около месяца назад был он отредактирован. Сейчас по каждому юридическому лицу в Российской Федерации зарегистрированному можно будет просмотреть открытую общедоступную информацию. Не просто посмотреть на экране, но и сформировать файл в виде выписки в формате PDF, в котором будет содержаться вся информация, какие записи вносились, основные общедоступные сведения. И плюс это новое введение, которого раньше не было, информация также появилась об индивидуальных предпринимателях. То есть точно то же самое, открытая общедоступная информация. Спасибо большое. Я напоминаю, сегодня о том, какие послабления ждут будущих предпринимателей, мы говорили с начальником отдела регистрации и учета налогоплательщиков Михаила Мешкова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова